Возвращаемся к итогам. С чего можно начать собственный бизнес? Как его продвигать? Какую помощь можно получить от государства? В Красноярске на этой неделе прошел 15-й межрегиональный форум предпринимательства Сибири. Почему его называют репетицией Красноярского экономического форума? И что на этот раз стала главной темой обсуждений? Возвращаемся к итогам. Зачастую не хватает места для нашего бизнеса. И он всегда от этого страдает, потому что не может выступить, не может презентовать свои проекты. Здесь мы этот пробел устраняем. Безусловно, в этом году мы проводим и биржу контактов, проводим мастер-классы, семинары для предпринимателей. Здесь представлена вся инфраструктура поддержки. Приехали представители федеральных корпораций. О наболевшем бизнесмены говорят уже на пленарном заседании. В нем также принял участие губернатор края. Главная тема – импортозамещение и взаимодействие территорий. По мнению главы региона, что называется задача номер раз – создание комфортной среды для предпринимателей. Развитие бизнеса равно рабочие места и налоги. А это по большому счету стабильность и устойчивость нашей экономики. Я очень надеюсь на то, что в рамках форума вы предложите, пообсуждаете, аргументируете те задачи, которые государственным институтам предстоит решать в ближайшее время. Самая главная задача, которую должны решать российское государство и общество – это повышение конкурентоспособности нашей экономики. Это рост нашей экономики. Это освоение принципиально новых в технологическом плане производств и продуктов. Предприниматели могли принять участие в круглых столах и обсудить текущее положение дел с федеральными экспертами и представителями власти. По масштабам происходящее уже напоминало Красноярский экономический форум в общей сложности. В дни форума прошло полсотни различных семинаров, конференций и круглых столов, на которых специалисты консультировали предпринимателей, на какую поддержку может рассчитывать малый и средний бизнес и как, например, стать участником госзакупок. Это одна из ниш, которая никак не почувствовала кризиса. На сегодняшний день мы не замечаем влияние международного кризиса, кризиса в международной экономике на объем закупок, которые проходят в Российской Федерации. В денежном выражении объем остался на уровне прошлого года, предыдущего года. Другая есть тенденция. Благодаря изменениям в законодательстве происходит реальное импортозамещение. Мы это видим. На форуме наглядно было видно, как растет интерес бизнеса к государственным механизмам поддержки. И в то же время интерес государства к возможностям малого и среднего бизнеса. Ведь сегодня это не только доходы бюджета и рост производства, но и занятость населения. Так как чувствует себя сегодня бизнес в нашей стране? Что нужно для его развития? Что нужно, чтобы было более эффективное взаимодействие между бизнесом и государством? В этом мы сегодня будем беседовать с нашими гостями. Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый вечер. Первый вопрос такой вот. А должно ли вообще государство поддерживать бизнес? Или сама вот суть предпринимательства, она противоречит этому? Мне бы хотелось начать все-таки с вас, Андрей. Есть, даже на государственном уровне, есть несколько мнений. О том, что нужно поддерживать, конечно, нет разнощения. Да, однозначный ответ. Да, нужно поддерживать. А разнощения начинаются именно в формах поддержки, в эффективности. Какие формы более эффективны, какие менее. Есть мировой опыт поддержки с пониманием того, что прямая трансляция оттуда к нам не работает. У нас есть особенности нашего национального характера, есть геополитические особенности, экономические. Естественно, это все требует некой адаптации. Я, позвольте, уточню, о какой, может быть, форме поддержки просит тогда вас российские бизнесмены? А зачем его? Мы сейчас его знаем? Вопрос такой, который лично для меня, он имеет две составляющие. Если ты не инициативен, если твоя идея ничего не стоит, то зачем ее поддерживать? Но если ты добился каких-то успехов, и ты имеешь продукцию, которая нужна потребителю, вот здесь очень важно, чтобы государство давало возможность этот товар, этот продукт продавать на равных условиях с тем, что государство определяет, где и у кого оно будет закупать. Вот здесь очень важный фактор. Ничего другого, я считаю, не нужно поддерживать. Бизнес – это твоя инициатива, это твои риски, и ты должен стремиться к результативной части сам. Когда наступает кризис, тогда происходят другие тенденции. И вот если бизнес заплатил там за определенное время, такое-то количество налогов, и он сегодня для того, чтобы двигаться вперед, нуждается в кредитных ресурсах, а они объективно неподъемные для бизнеса сегодня, почему эти же налоги не дать обратно под ту процентную ставку Центробанка, и бизнес сохранит рабочие места и будет дальше платить налоги. Интересно, как государство поддерживает именно местный бизнес, особенно в период кризиса? Есть разные формы, и есть много экспертных мнений. Например, они считают, что гранты, в том числе я как эксперт, считаю, что это не очень эффективная поддержка. Когда мы постоянно даем гранты не просто как подтверждение того, что молодой предприниматель на верном пути, как некий приз, бонус, а люди начинают рассматривать гранты как часть своего финансового плана. Появляется целый класс грантаежек, которые у них бизнес в том, чтобы получать гранты. Грамотно писать заявки, приходить, пускать слезу, дайте денег, мы умираем. Вот это уже неэффективно, в этом мы плодим грантаежек. Есть другие формы финансовой поддержки, есть микрофинансовые организации, которые сейчас могут кредитовать субъекты МСП и дать им 3 миллиона под 10% годовых на 3 года. Но это очень эффективная система поддержки, и дешевле сейчас трудно. А реально дают? Дают. Кто? Реально дают. Покажите, назовите мне десяток хотя бы. У нас есть фонд поддержки МСП, у нас, я говорю, в Красноярском крае, в городе Красноярске есть фонд. Внутри этого фонда есть микрофинансовая организация, которая осуществляет такую деятельность. Есть гарантийные фонды, которые для начинающих предпринимателей, они чаще всего беззалоговые. И он готов платить эти проценты, но у него нет залога, он некачественный заемщик. Беззалоговые. Вот здесь есть государственные фонды гарантийные, которые за такого предпринимателя гарантируют. Такие абсолютно реальные вещи и опробованные мировой практикой. То, что предлагает Александр, это называется прямое воздействие. Вот мы дали налоги, а нам их вернули. Но ведь государство, как инфраструктура, держится на налогах. Она живет за налогами. Начался кризис, банки поставили вот такие цепных собак и начали у нас... Отдайте деньги. Верните деньги, подняли ставки, усильте залоги. То есть, а если денег в экономику, в бизнес не давать, никакого развития вперед не будет. Это законы. Но мы же понимаем, что для банков деньги, они не любят это слово «деньги». Называют это средства. Это их продукт, которым они торгуют. Товар. Но они говорят, а мы не можем, мы же сами покупаем, мы привлекаем средства с рынка под высокий процент. Что делать? Что делать? Вот кризис 2008 года и 2009 года показал общая тенденция в мире – это снижение потребления. То есть, в принципе, стагнация на рынке. Люди стали меньше потреблять. Бизнес, если он правит балом, он всегда заинтересован в том, чтобы убедить человека купить вещь, которая, может быть, ему не является жизненной необходимой. Андрей, не соглашусь с вами. Здесь, вот именно в наших российских условиях, мы столько лет были голодные, что за эти 30 лет, которые вот-вот случатся перестройки, мы не наелись. Вот я четко понимаю, что люди еще не увидели это сладкого. А знаете формулу? Не стоит покупать в магазине, в продуктовом на голодный желудок. Можно столько ерунды всякой накупить. Согласен с этим. Вот наш вот этот голод, это в экономике называется отложенный спрос. Например, бизнес требует средств оборотных. Мы им дали, они произвели продукт. А продать его не могут. Потому что люди не покупают. И что? А есть другой вариант – стимулировать спрос. Вот можно стимулировать внутренний спрос. Китай – это огромный рынок внутреннего спроса. Вот они, чтобы поддержать свою промышленность, производящую, чтобы она не рухнула в условиях крейса, они стимулировали внутренний спрос. И промышленность быстро переориентировалась от внешних рынков частично на внутренний. Вот это было очень эффективно. Вот мы сейчас, по сути дела, находимся в жестких условиях. У нас есть санкции, которые против нашей страны. Мы вынуждены теперь работать сами на себя и производить то, что раньше завозили. А вот сейчас есть какой-то шанс, что бизнес поднимется? В санкции у нас просто появилось отличное некривое зеркало, в которое мы увидели то, что у нас сзади. Оказывается, мы сами себя отлично кормим. Мы, оказывается, сами себя отлично одеваем. Оказывается, у нас земли девать некуда. В Дальнем Востоке сегодня ее раздают, и люди поехали туда. Все зависит только от каждого из нас. Если каждый из нас на своем рабочем месте будет делать так, как он сделает это лично для себя, но он это сделает для других, для общества, у нас вообще будет все шикарно. Александр просто снял тему у меня с языка. Я думал, что мы так плавно выйдем все-таки на это, но вот он раз и сразу узрил в корень. Если мы сейчас начнем разбираться с причинностями многих проблем, в том числе и социальных, экономических, мы рано или поздно выйдем вот именно на эту тему. Люди, их моральный облик стал другой. Ведь количество законов, оно всегда прямо пропорционально тому закону, который внутри человека. Раньше было понятие жить по совести, жить по правде. Вот сейчас эта тенденция, конечно, не в нашем поле. И огромное количество законов, карающих, наказывающих, упреждающих, давлеющих, они не исполняются. Почему? Потому что люди привыкли хитрить. Вот это принцип бизнеса, когда я как эксперт общаюсь с молодыми предпринимателями. Мне говорят, ой, так сложно выйти на рынок, там получить оборотные средства. Я говорю, ребят, вы поднимите голову из борозды, вы посмотрите вокруг, вы вспомните, кто вы. Я вам скажу простой способ сделать супер бизнес. Они говорят, как? Какой? Я говорю, делайте как для себя. Вот не купить дешево, а впарить или там продать за дорого. Не накрасить губы, как сейчас принято говорить, да? Не создать там картинку, не упаковать что-то. Сделайте как для себя, так, чтобы вот, как ты для себя делал, для своих детей. Сделай так для других людей. Люди откликнутся, они придут к тебе, у тебя будут клиенты, у тебя будет очередь. Но это же русский путь. Нам опять скажут, что мы идем своим русским путь. Вот поддержу здесь Андрея, именно потому что... А как же спор, мы же спорить собирались. Я сейчас поддержу, или на в том месте, в этом месте поддержу. Я месяц назад был в рабочей командировке в поездке в Америке. Это я был третий раз в Америке. Я откровенно говорю, кому-то это нравится, мне Америка, как страна, в которой живут люди, категорически не нравится. Там настолько все неправда, что вот это, может быть, это мое личное мнение, но мне, я бы туда жить не поехал, ни при каких обстоятельствах. Но то, как они делают бизнес, слушайте, нам да никогда в Африке пешком. Мы были в одном дилерском центре у коллег. Они меня так впечатлили. Такие блестящие результаты. И у них есть миссия. Они вообще не дают рекламу. Но они свою миссию заявили однажды. И в течение 20 лет ее поддерживают. Честная цена на честные автомобили и честное отношение к вам, клиентам. Все. Они просто очень хорошо умеют анализировать рынок и клиента. Согласен. В их дивизии три раза прозвучало слово «честное». Мы не просто торгаши, у нас миссия. Но в конце-то концов они продают. Цель-то все равно достигают ту же. Объем продаж увеличился. Гениально. Можно беседовать с вами бесконечно. Спасибо большое за ваше мнение. Спасибо за ваше мнение. А далее в программе. Переправа, которая примирила два берега и поколение на этой неделе. Коммунальный мост отметил юбилей 55 лет. Вот ты представляешь себе Красноярск вообще без мостов? Знаешь, уже нет. Это сложно действительно сделать, когда в Красноярске четыре моста. А он такой был. Почему специалист называет коммунальный мост вечным? И кто из знаменитых красноярцев работал на стройке? Расскажем после короткой паузы.